Не бойся ни жары, ни холода, понимаете? То есть терпение означает не бойся. Вот когда ты не боишься ни жары, ни холода, ты всё это принимаешь в себя, ты всасываешь эти энергии. Энергия солнца укрепляет иммунитет, энергия ветра укрепляет иммунитет. Это разные виды иммунитета. Если человек любит ветер, воздух свежий любит, то тогда у него увеличивается бодрость в теле, концентрация внимания, способность преодолевать трудности. Энергия ветра. Каждый вид стихии, когда человек может её сильно всасывать в себя, даёт организму и человеку определённые возможности. Вот, допустим, я сегодня покупался в Днепре. Какие возможности я от этого получил? У меня появилась сила бодрости и работоспособности. То есть вот это принятие очень холодной воды и привыкание к ней, принятие радостное, принятие очень холодной воды. Ну, то есть я не спал ночь, да? Это всё перелёты, да? Потом ещё лекция, только очухался, лекция дальше. И когда я домой приехал, я был уже никакой, как овощ, понимаете? Я лёг спать, проснулся, вот овощем, и дальше йога длительная, потом дальше после йоги Днепр. Я сейчас на овощ похож? А чувствуется вообще, что я переносил вчера? Давайте двигаться дальше, изучаем. Энергия Земли даёт человеку спокойствие. Вот, допустим, ты чувствуешь, что тебя все замучили, у тебя нет спокойствия, снижается иммунитет. Все вот эти пять стихий, которые я перечисляю, они все укрепляют иммунитет, но все по-разному. Вот, допустим, когда человек спокоен, у него увеличиваются резервные силы, резерв здоровья сокращается от того, что человек дергается. Он задерганный, беспокойный. Почему? Потому что он не может принимать ситуацию. Есть вещи, которые нельзя принимать. Если, допустим, твой близкий человек нажрался, как свинья, там начинает на тебя бросаться, это принять невозможно. То есть это невежественное состояние. Или кто-то оскорбляет тебя, очень жестоко себя ведёт. Нужна дистанция сразу. Понимаете? То есть это принять невозможно. Но если ситуация более-менее нормальная, то можно её принять. И тогда не будет суеты, тогда не будет беспокойства, тогда не будет истощения. Так действует энергия Земли. Когда человек принимает всё, он копит эту энергию Земли, особенно когда он гуляет по лесу, по парку и так далее. Контактирует с этой энергией в спокойном состоянии. Если ты суетишься, ты не примешь эту энергию. Нужно на неё настроиться, на эту энергию Земли. Энергия ветра, чтобы её принять, нужно стать победоносным. Ну то есть нужно верить в победу. Вот для того, чтобы энергию ветра весёлого хлебнуть, для этого нужно ничего не бояться. Понимаете? То есть нужно сказать, да всё нормально у меня будет. И вот сразу энергия ветра начинает что делать? Она — это энергия победы. Энергия ветра — это энергия победы. Это энергия, которая способствует быстрому излечению. Энергия Солнца — это энергия, которая не даёт быть активным вирусу. Если человек радостный, вирус печальный. Потому что он враждует с нами, понимаете? Он не хочет, чтобы мы были счастливы. Он попадает в организм, мы становимся печальными. Если вы всё равно, несмотря на это, как бы взбодрились, жизнерадостно себя ведёте, значит, он станет печальным.